Вода, электричество, казалось бы, несовместимые вещи. Но в этом ролике я попробую совместить сверхвысокое напряжение с нашего генератора с разными жидкостями. Посмотрим, что будет. Ты запускаешь крутые игры и твой комп превращается в пылесос? Есть выход! Запускай игру на мощных серверах PlayKey. Они формируют видеопотоп и посылают его тебе. Поэтому, если ты смотришь это видео с ютуба, значит твой комп потянет. Не ограничивай себя! Играй на максималке уже сейчас. Возьму два стакана деселлированной воды. И подключим к ним несколько десятков киловольт. О нет, что происходит? Этого не должно быть! По идее должен получиться водяной мостик. Но вода наоборот отталкивается. После тщательной проверки выяснилось, что нам продали поддельную деселлированную воду. Я нашел остатки проверенной деселлировки и мы продолжили эксперимент. Пробуем. Моментально установился. Вода каким-то таинственным способом начинает протекать по воздуху. Из одного стакана в другой. А ну если добавить? Жирненький стал. Да, он достает. Теперь при относительно большом напряжении попробую чуть-чуть раздвинуть. Наверное много сильно убавляет, что-то он как-то нервничает. Закипает, наверное. Тонкий, но достаточно длинный. Ой-ой-ой-ой. Где моя температура подымается? Какой-то дымок. Странные звуки издает. Придется выключить ненадолго. Только выключил, сразу разорвался. Это необычное свойство воды было не так давно переоткрыто австрийскими учеными. О, сразу схватило. Причины такого поведения воды пока не ясны. Исследователи предполагают, что мостик возникает из-за взаимодействия электростатических зарядов на поверхности воды. Под воздействием электричества, молекулы располагаются особым образом, создавая высокоупорядоченную микроструктуру. Я попробовал провести такой же эксперимент с маслом. Но к моему удивлению, масляный мостик оказался гораздо длиннее. И к тому же совсем не нагревался. И тут я обнаружил новое неизвестное мне явление, о котором не нашел упоминаний в интернете. Но об этом уже в следующий раз. Оставайся с нами и подпишись на Криосан, чтобы не пропустить новые выпуски.